Горбачёв, сын комбайнёра, закончил юридический факультет в Москве. Горбачёв теперь самый влиятельный человек в Советском Союзе. Отправляется на Первомайскую демонстрацию вместе с семьёй. Народ возлагает на него большие надежды. Во время первой беседы с Горбачёвым он говорил о том, что идея коммунизма должна быть освобождена от старого багажа, сталинского наследия, освобождена от преступлений, совершённых в структурах, основанных Сталином. И тогда ленинские старые идеи опять покажутся очень привлекательными. Нет сомнений в том, что Горбачёв хотел оживить идеальный коммунизм в том виде, как изначально планировал его Ленин. И Горбачёв считал, что ему это удастся. Глубоко внутри Горбачёв был человеком пражской весны. Он верил в социализм с человеческим лицом. Он верил в то, что коммунизм можно реформировать. И без этой иллюзии он бы наверняка не зашёл бы так далеко. Преследования диссидентов прекращаются. 15 декабря 1987 года к Сахарову приходят два электрика, которые устанавливают у него телефон и говорят, «Завтра вам позвонят». Да, действительно, раздаётся звонок. И это Горбачёв, который говорит, «Я хочу извиниться за предыдущее руководство, и завтра вы можете вернуться в Москву». Благодаря освобождению Сахарова и других политических заключённых Горбачёв набирает очки как на родине, так и за рубежом. Закрываются лагеря для политзаключённых. Некоторые из них, такие как Пермь-36, становятся памятниками. Меняется стиль политики. Горбачёв ищет непосредственного контакта с народом. На улице он агитирует за свою политику. Я считаю, ни одна трансформация системы за всю историю человечества не может сравниться с тем, что произошло в Советском Союзе, с его тогдашним населением в 240 миллионов человек, когда это была одна из крупнейших стран в мире. В середине 80-х перед Горбачёвым стояли задачи изменения экономической и политической системы и введения свободных выборов. Февраль 1986 года, 27-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Горбачёв произносит яркую речь. Его лозунг «Гласность и перестройка», «Прозрачность и перемена». Партийные делегаты увлечены новыми идеями. В воздухе чувствуется оптимизм. В то время Горбачёв был лучшим из нас. Он покончил с Холодной войной, снизил ядерную угрозу для всех людей. Благодаря своему сотрудничеству он представлял собой совсем другого человека. Он был последним большевиком 20-го века. Сотрудничеству с Рейганом, который хотел того же, он был ярым, идеологически мотивированным антикоммунистом. Что касается Рейгана, он был убеждённым антикоммунистом, который считал, что мы не только несем ответственность, но и имеем возможность загнать Советский Союз в угол, пока он не расколется. Он был достаточно умел, чтобы говорить на языке Холодной войны и принимать решения с позиции силы. Рейкявик стал поворотной точкой в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Быстро и с большим энтузиазмом Горбачёв продвигает свою внешнюю политику. В 1986 году состоялась решающая встреча с президентом Рональдом Рейганом в Рейкявике. Одной из главных проблем советского правительства является смертельное давление Америки по поводу модернизации. Спустя долгие годы гонки вооружения начинаются серьёзные переговоры по его сокращению. Рейкявик – это только начало горбачёвской дипломатии за рубежом. Он виртуоз на международной сцене, особенно в ООН. В целом рядом предложений по сокращению вооружений он оказывает давление на американского президента. Но Михаил Горбачёв и сам испытывает давление. Он должен избавить свой бюджет от губительных военных затрат. Да, Афганистан. С 1979 года советские войска ведут несправедливую агрессивную войну, оккупируя Афганистан. Вот слова Горбачёва, которые актуальны сегодня. Афганистан – это кровоточащая рана. Этим генеральный секретарь хочет сказать, что его предшественники предали советский народ идею коммунизма и привели к ужасному поражению. В 1988 году Горбачёв сказал «довольно с Афганистаном». Войска возвращаются домой. Образы возвращающихся войск повышают репутацию Горбачёва как дома, так и за границей. Он потерпел неудачу в смысле внутренней политики. Так должно было произойти, потому что не существует руководства по тому, как превратить закистеневшую экономику под контролем государства в рыночную экономику. Мы вскоре поняли, что у него нет системы, нет программы. Его тезисом было сначала «атакуй, затем осматривайся вокруг». А потом он сказал, так однажды Ленин сказал. Небольшая неточность. Это не Ленин сказал, «Это сказал Наполеон». В конце 70-х Горбачёв пригласил меня на переговоры. Я сказал ему, что он был осторожен со своей монетарной политикой и с увеличением оборота денежных средств. Я назвал ему цифры по обороту советских денег за один год и на следующий год, и он ответил, «Господин Шмидт, мы никогда за этим не следили в Москве». Это была полная лунда. Я вдруг понял, что он просто не способен понять определенные проблемы. Я думаю, у него были благие намерения, но он не был достаточно сильным реформатором, скажем, таким, как Дэн Сяопин. Как он, без сожаления, отменил командную экономику и разрушил нашу экономику раз и навсегда. Как он продал наш золотой запас, в конце своего правления мы практически остались без золота и так далее. Этот человек в Кремле находился под постоянным огнем. Люди на улицах протестуют. Некоторые требуют еще более скорого проведения реформ, другие – возвращения к старому порядку. Шахтеры бастуют из-за того, что им задерживают заработную плату, а заодно выступают за демократические права. Для Советского Союза, для России Горбачев – разрушитель. Горбачев – артист, участник самодеятельности. И все говорили, что он обладал огромным даром переуплощения. Он мог сыграть комедийную роль, драматическую роль, и все это ему удавалось. Я не могу определить, когда Горбачев пришел к заключению, что от Ленина тоже следует отказаться. Горбачев, как человек сформированной КГБ, верил всему, что говорилось в отчетах КГБ, что все граждане – это счастливые советские люди, которые верят в советские идеалы, а национальности – это просто фольклор. Он действительно этому верил. И в тот момент он действительно имел в виду демократию, он серьезно имел это в виду. Нам нужна демократия, как воздух, которым мы дышим. Я сам это читал, будучи в Москве в начальный период правления Горбачева. Он недооценил того, как демократия может быть весьма взрывоопасна в комбинации с национализмом. Нам нужна демократия, как воздух, которым мы дышим. Я сказал, Вилли, послушай, старый конфликт разрешен. Не диктатура пролетариата, а демократия, как воздух, которым мы дышим. Это означает, что глава коммунистов принимает основные понятия социальной демократии. Это также означает потерю власти. И Вилли ответил, замолчи. Нам не нужно создавать парню больше проблем, чем у него уже есть. В 1988 году Горбачев отказывается от брежневской доктрины. Это означает, что Советский Союз отказывается от своей прерогативы вмешиваться в дела социалистических стран. Через несколько месяцев в большинстве стран Восточного Блока происходят бархатные революции. Коммунистические правительства смещаются ненасильственным образом почти везде. Это конец Советской империи. 7 октября 1989 года происходит празднование в честь 40-летия образования ГДР. Почетный гость – глава Советской партии Михаил Горбачев. Руководство ГДР придерживается старых ритуалов, но на улицах формируется протест. Горбачев и здесь «Вестник надежды». Я не могу сказать, что мои чувства отличались от того, что чувствовала вся страна или остальной мир. В тот славный полдень 9 ноября 1989 года я отправился домой, потому что в парламенте ничего не происходило. Скучная рутина. Я был удивлен, когда, включив телевизор, увидел танцующих на стене людей. Затем зазвонил телефон. Это был Вилли. Он звонил из парламента и спросил у меня, знаю ли я, что происходит. Удивлен? Да. Не мог и подумать такое? Нет. Спустя месяц падает Берлинская стена. Горбачев не хотел отказываться от своей коммунистической империи. Он не был предателем. Горбачев был коммунистом, но не был реальной эффективной концепцией реформации коммунизма. Именно поэтому он был королем осажденной страны, которая сам открыл ворота для врага. Нужно отдать ему должное. Он отличался от Петра Великого, отличался от Ленина, отличался от Сталин. Он не был жестоким человеком. Именно поэтому Михаил Горбачев, вероятно, предотвратил миллионы смертей. Нужно быть благодарным ему за это. Но Великим Государственным деятелем он не был. Я думаю, что ту позицию, которую мы занимали в отношении Горбачева, с одной стороны пытались выразумить, бороться против него, с другой стороны, сказать, вот, еще верили в его, нам дорого стоило, особенно нашему Отечеству. Естественно, он не был великим государственным деятелем. Нельзя сказать такого о человеке, который разрушил нашу собственную страну. Он трагическая фигура, но если вы посмотрите на тот период, когда настроения в стране были так близки к революции, то трудно сказать, что кто-то другой поступил бы по-иному. Но российское государство могло сохранить силу и могущество только до тех пор, пока его население идентифицировало себя со своим государством и его ценностями. И только население отворачивается от этих ценностей или собственного государства, оно рушится, как карточный домик. Это случилось в 1917, это же случилось в 1991. Москва, 19 августа 1991 года. На улицах снова танки. Работники секретной службы и старые коммунистические функционеры предпринимают попытку переворота с целью свержения Горбачева. Борис Ельцин, первый президент России, ставший им в результате свободных выборов, призывает народ к сопротивлению. Переворот провалился. Генеральный секретарь Горбачев спасен, но теперь уже Борис Ельцин принимает руководство на себя. Через день после неудавшегося путча Украина провозглашает независимость от Советского Союза. За ней следуют другие республики, Советский Союз распадается. Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета министров, но я ее еще не читал. Он запитает. 25 декабря 1991 года Горбачев по телевизору объявляет о сложении себя полномочий, как последнего коммунистического лидера Советского Союза. Великий социалистический эксперимент, начавшийся в 1917 году, закончился неудачей. Красный флаг, развивающийся над Кремлем, опущен вниз. Победил ли капитализм навсегда или у коммунизма все еще есть будущее? Насущный вопрос состоит в том, что можно ли реформировать капитализм после того, как его соперник оказался неспособным к реформированию? И второй вопрос, принимая во внимание тот факт, что мы живем в процессе развития во всех промышленных обществах, где машинам требуется все меньше и меньше людей для производства и все больше и большего количества продукции, как можно избежать такой ситуации без вреда или разрушения этой системы? Я считаю, что следующей решающей задачей будет политическое приручение этой невероятно динамичной экономической системы. Коммунизм старого типа не вернется, но концепция британской парламентской системы распространится по всему миру, так как социально-экономические конфликты становятся слишком жестокими и слишком грубыми. Коммунизм – это просто видение и идея, но также и цель, ведущая к тому, чтобы люди не были вечно подвержены диким законам конкуренции. Коммунистическая система в том виде, как она шаг за шагом поделась в России, дискредитировала себя, у нее нет будущего. Уроки истории были жестокими, я думаю, что никто не будет настаивать на тех положениях и тех иллюзиях. Я не вижу никакого будущего для коммунизма как идеологии, которая может представлять основу для общественных и политически значимых движений, особенно в Европе. Но идея равенства людей навсегда останется у нас в душе. Идея равенства была поразнена не коммунистами, а французской революцией, которая произошла 200 лет назад. Идея равенства всегда будет занимать людей, но если из-за этого они посчитают себя коммунистами, то есть еще раз, что они будут фасценировать. Если они будут коммунистами, то есть еще раз, это не проблема. Продолжение следует... Продолжение следует...